Ну что ж, друзья, собираемся в Астрахань Встречаемся в 10 часов Погода и настроение у всех прекрасное Глобальные сборы Грузим вещи, коих немало И выезжаем Ну и, конечно же, не обошлось сюрпризов от погоды Которая со временем только ухудшалась, ухудшалась и ухудшалась И к позднему вечеру наша максимальная скорость в лучшем случае составляла 50-60 км в час Вот так вот выехали из Щебоксар, где светило еще сегодня солнышко Была полноценная весна И вот по Царатову у нас застег Такое циклонище, невозможно Едем 30-40 км в час, еле-еле ползем Знаете, пока четкое ощущение, что едешь на зимнюю рыбалку Привет! Привет, Миша! Кстати, знакомьтесь, это Паша Он живет в Астрахани уже несколько лет И также периодически выбирается на рыбалку Хотел к приезду уже, чтобы на столе стоял Не думайте, что я только лук варю Рыб там где? Там одна не рыбка Вот она настоящая гостеприимность Вы только посмотрите на этот стол Здесь и уха, и сазан жареный, и сазан вареный И судак такой, и судак сякой А вот тут мы вообще думали все, что это печенье А оказалось икра А теперь несколько слов о самой базе Находится она недалеко от переправы Красака Это поселок в Красноярском районе Астраханской области Непосредственно около базы протекают две реки Кигач и Ахтуба Ну а что же на самой базе? На данный момент там построено три домика В которых есть все самое необходимое Холодильники, кондиционеры, санузлы Куда ж без них? Ну и кровати, само собой разумеется Этим же днем мы с Пашей отправились на берегет Это небольшая речка, впадающая в Кигач В которой есть интересные ямки, где, вероятно, мог бы находиться судак В марте на какую рыбу преимущественно можно рассчитывать, приезжая в Астраханской на рыбалку? У нас в марте преимущественно судак и щука преобладает Клюют они в холодную воду, в основном на мандул Но на мандул сегодня у нас не ловится, и мы решили на резину попробовать Миша у нас поймал на зеленую резину Я переключился тоже на резину А так у нас в основном по холодной воде это мандул преимущественно Миша, ну что, на что поймал? Ну вот смотри, сейчас, короче, поменял я приманку Сначала твою поставил, да? Ага Потом, значит, эту синюю какую-то, ну вот И в итоге сейчас поставил салатовую приманку Сверху ты Ну, небольшая, конечно А сачок мы, как всегда, и не взяли Да, точно, но все равно первая рыба, она, как ни крути, она особенно приятна Приятно, да Ну, с трофеем тебе Спасибо О, хороший садачок Я думаю, такой килограммчик где-то, наверное, есть Кстати, вот эта резина, хочу сказать, она с Чебоксар приехала сюда Вот Смотри Смотри Видишь какая? Вот На заметку Все Вон какой Все Судачок Его надо отпустить обязательно Ну, давай Также в Астрахани едут часто за сазаном Вот в это время года, когда холодная вода, есть вообще шанс поймать сазана? Любителя рыболова, шанс есть всегда Он у нас 99,99 сотых поймать хищника, карпа В марте, естественно, его можно поймать, можно поймать его на червя Приезжайте в Астрахань А есть смысл ставить кроме червя что-то еще? Нет Вот эти вот бойлы, макухи Нет Вот в марте он как раз, он неактивный Его возможно поймать, вот так я скажу На червя Вот именно, блин, удар был По холодной воде Вот в марте Лично я ловил Надеюсь, мы покажем вам, как он клюет в марте По холодной воде Именно на червя, на обычный крючочек У нас сейчас второй заброс Ну, как-то странно все сейчас получается Вроде как ощущение, что сначала была коряга, но почему-то пошла вбок Вот, возможно, забагрили рыбу Наверное, карась Ага Забагрили Ну да, рыба О, карась Карась Ушел Ну ладно, хоть показался Немного позже мы вернулись на это же место уже с Виктором Но получилось поймать лишь одного берша Берш Берш Ха-ха-ха Я же говорю, что такое Тик-тик-тик-тик Ну а вечер провели за Фидером на реке Кигач Наслаждаясь безумно красивым закатом Следующим местом, где мы ловили, была протока реки Кигач Там достаточно неглубоко, а значит вода прогревается быстрее Да и в ширину около 20 метров с множеством деревьев По обе стороны которых разместились рыболовы Закидывая свои снасти к противоположным берегам Вот такого жирного жирного червя Сегодня я буду насаживать дендробена Опа Здесь небольшая глубина, вот она прямо за мной Где-то может быть метр-полтора И вода прогревается здесь гораздо быстрее Вон у меня что-то клюет Сидит не сидит непонятно Ну червяк там знатный конечно А может она там сидит уже Блин, этот колокольчик он конечно Я конечно по нему скучал Но он меня бест О, по-моему рыб сидит А может и нет А нет, что-то дергается Так 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 Ага Ну вот Первая рыба Блин, сожрала Как тебе сейчас вытащить, да? Ладно, сейчас будем операцию делать Блин, integration Сейчас Но В общем Вот И Можешь Лучше Зачем О, еще только сопротивляться вдруг начало. Все равно приятно. Вот и солнышко выглянуло, а то уж утром было совсем пасмурно. Сейчас может распогодится, рыбка пойдет повеселее. Поэкспериментировал с насадкой, ставил и червя, и опарыша. На опарыша берет вообще неохотно, а червь дендробеном по вкус пришлось. И если кидаешь на середину, не клюет, а вот именно туда, под эти камыши, под берег, а вот там льет помельче и рыба так стоит. Ну давай. Давай. Здравствуйте. Иди сюда, красавчик. О, какой красавец. А сейчас к обеду рыбка разгулялась. Кто-то на той стороне сидит. Наши там дальше сидят. Со всех сторон. Звон. Колокольчиков, бубенчиков. У меня тоже тут что-то рыбка вроде подошла. Но тепло стало на улице. Наверное градусов 15. Ух ты. Ух ты. Эх ты, опоздал, а. Как потянул-то. Поклевка была хорошая. Ух ты. Ух ты. Как ты вот на такого червя иди отсюда? Ну, змею решила слопать и получилось ведь. Ух ты, ё-моё! Сейчас сидит. Супротивляться-то, как начал карась что ли? Вон, карасик неплохой попался. В целом в этот день мы неплохо половили карася, периодически попадалось в обла, но все понимали, что нужно искать мелкие еречки, где вода потеплее. Ну всё, ребята, мы в Астрахани, сейчас будем убивать судака со страшной силой. Уверенным голосом сказал Данил. Да, мы крайне оптимистично были настроены на этот выезд, тем более наш друг ведь посоветовал попытать счастье на этом водоеме. Кстати, это река Бузан. Как сейчас помню его слова, мол, для долгого зависания 28 грамм чебурашка и плетня 0,8, но по-хорошему чебурашка грамм 50. Ну хорошо, но толще у нас плетня, но нет другой. Мне всё стало предельно ясно, когда Данил нацепил две чебурашки общим весом 75 грамм и не мог найти дно, проводя приманку против течения. Блин, мне не хватает, по-моему, веса. Я просто жду реально секунд 15-20, пока он упадёт. Одна подмотка. И всё-таки Паш каким-то чудесным образом умудрился кого-то зацепить. Поменяли место, отошли ближе к ребятам. Первый заброс, реально первый. Спиннинг дугой, блин. Надеюсь, что это не бревно. Может, его за хвост забагрил? Нет, ну у меня этот, удар-то был. Сколько, говорит, там на трёшку они вытаскивают? Ну, тут на мисс, говорят, да. Е-мое, у меня спиннику не порез. Он, короче, вытянулся вдоль течения. Слушай, может, и Самеру забагрил? Сон килограмм на 20, пожалуйста. Да, вот, пожалуйста, 20 килограмм сон. Обычный астраканский сон. Собственно, на этой ноте мы решили рвануть на Ахтубо, на разведку. Здесь вот под тем берегом 7-8. Вот мы вот этой зимой рыбачили 20-го года. Мужики вот реальные. Отец щуку доставал хорошую. Еще судаки по 3 килограмм были. Самый большой в том году на 5 килограмм был. Часть вторая. Попытка массового убийства судака. Уже не так оптимистично, как в первый раз, но надежда еще теплится. В этом эпизоде Паша подсекает рыбу, но Данил как ни в чем не бывало. Видимо, грусть тоска его съедала. Слив предыдущую рыбу, моментальная реабилитация и на конце кто-то есть. Пасак, пасак. Пасак, пасак. Пасак, палку через руку. А говорится, хищника нет. Если он зимой, значит, сейчас ездить. Хорош? Нет. Ну, на мелкую приманочку. Все-таки мы дождались, поменяли. Второй водоем. Судак, видишь, дает. Ага. Хороший. Ой, нормальный. Нафиг пацачек не брать. На бровке вот так вдоль кинул. Ага. Ребят, вот оно счастье рыбацкое, блин, трофей за сегодня. Полдня катались. Сначала были на большой речке и решили поменять из-за сильного ветра. И вот результат налицо. Ура. Вот на такую маленькую резиночку для куни. С хорошим ударом. С хорошим ударом, блин. Порадовал меня. Ну, нормально. Килограмм есть. Зачетный. Да. От 30 сантиметров у нас как раз. А на какой речке ты поймал? Речка Ахтуба. Берем. Берем. Сменили пару точек и снова поклевка у Паши. О, хороший. Сючка. Сючка мелкая. А мы сдали судачку. Сючка маленькая полоска. Ты чего? Сючка. Икренный. Небольшая? Где-то 1,2 кг, наверное, да? Ну да. Все-таки мандула рулит, мне кажется. На мандулу больше поклевок и ударов. злые российский флаг рули по руле да и корочка есть заняться да и обратите внимание какое печальное лицо у данила у меня такая же есть сделаю так позже мы приехали на небольшой ерик где наши друзья тягали на фитер карасей и штучно попадалось в обла удостоверившись что не все хорошо и они счастливы мы с вашей решили посетить еще одно место в поисках хищника про где рыба клюет туда место куда мы приехали это разлив от реки где совсем не глубоко и куда вслед за мальком может заходить хищник со слов паши около недели назад в этом месте мужикам на каст мастер попался судак на 5 килограмм но это исключение в основном это экземпляры от 1 до 2 килограмм паша посоветовал поставить всплывающий воблер с минимальным заглублением и поярче а а бутербродики на природе и это просто сказка но вы меня понимаете делаем по несколько забросов и у паши первая поклевка нормально читать это воблер воблер первый судачок у нас хорош пойдет по стандарту подходит причем не речок-то маленький идет здесь растекается так называемый глубина здесь какая без глубина где-то по шейку это сколько ну метров метра полтора судачок дежурит стоит ждет наши воблерались вот так вот но спустя час рыбалки в этом месте стало понятно что дежурил там судя по всему один судачок мы уже возвращались обратно к друзьям но решили остановиться у очередного разлива где глубина около полуметра и покидать там воблера опа есть о ничего себе окуняра вот это хороший окунь смотри берем вот бы у нас на зимний все такие были есть нет нет опять твой воблер поставил а ради эксперимента я перепробовал разные приманки но окунь лучше всего реагировал на небольшой поверхностный воблер в сочетании с медленной проводкой о в общем окунь в этой лужи клевал практически на каждом забросе и за короткий промежуток времени мы наловили достаточно окуней для вечернего копчения тем временем парни успешно ловили карася на фидер но когда у тебя с собой удочка со скользящим поплавком в общем вы наверное представляете какой это кайф парни кидали под противоположный берег ну а я на этот миличок ой кайф какой не парни на удочку это вообще чума просто это просто кайф парни вы не там ловите походу а а вот крупнее а 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 и а а а а и и и Подводя итог, скажу, что это были крайне позитивные дни в отличной компании Которые навсегда останутся со мной И мне бы очень хотелось пожелать и вам как можно больше таких дней Будьте здоровы! До скорого! Итак, друзья, через 2 недели мы разыграем 3 комплекта воблеров По 5 штук в каждом И вот такая вот коробочка, естественно, в каждый комплект тоже будет идти Ну, во-первых, конечно, хочется сказать слава, благодарности Александру за то, что... И компании Баттон в одном лице За то, что прислал на розыгрыш такие замечательные приманки Для того, чтобы принять участие, вам необходимо быть подписчиком моего канала и канала Александра Все ссылки будут под видео в описании, смотрите там Первый розыгрыш будет проводиться по комментариям под этим видео в Ютубе Ни ВКонтакте, ни еще где-то в какой-то сети Именно в Ютубе под этим видео оставляем один комментарий И по ним будем проводить розыгрыш Соответственно, надо оставить комментарий Подписаться на канал и подписаться на канал Александра Через 2 недели разыграем 3 комплекта Будет у нас 3 победителя Вот это... Хотелось бы, чтобы повезло каждому, но повезет только троим Вот, поэтому будьте здоровы, друзья Всем до скорого Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok